ну что давайте перейдем к типу вот у нас есть такая девочка с большими пышными бедрами ноги у которой сходятся прям как надо в таз в одну точку ну и давайте посмотрим как работает здесь ну вы уже по принципу могли определить точнее по виду костей что здесь используются те же самые бисектрисные кости но система чуть-чуть другая собственно как и в первом нашем типе таза но так как здесь условно девочка либо скажем так женская форма ног не обязательно девочка это может быть мальчик мы все играли в киберпанк мы понимаем о чем речь и работает это собственно у нас вот таким образом то есть опять же мы стараемся обходиться без экшенов но и даже если в этой позе мы начнем вращать нашего персонажа мы увидим что и так у нас все остается встроенная талия и дополнительно корректирующая косточка на я не знаю как это пах на вот этот контур в общем смысл какой система вся точно точно такая же только немного по привязкам мы чуть-чуть отличаемся вот эти две косточки у нас привязаны к косточке бедра а вот эта косточка привязана к косточке таза а ну и кстати давайте мы проверим на изгибы как у нас тут все работает ну чё скажете пацаны как вам такая система ног опять же я почему так скажем называю это универсальными системами таза да и точнее универсальной системы таза каждый из тех что я показал потому что мы обходимся без экшенов и привязано это все так и двигается это в повороте в экшене на поворот тело так что мы можем вообще ну мы один раз настраиваем мы один раз настраиваем и потом просто в экшене двигаем кости чтобы это все работало как надо ну и смотрим что вот эти косточки так как они у нас привязаны имеют минусовые значения вот это у нас минус 20 то есть мы 20 процентный давайте так я же на первом примере объяснил как мы все рисуем создаем и не будем мы повторяться и создавать новые системы костей потому что уже все объяснили и как создавать и как задавать определенные углы простите что попил водички и вы могли уже заметить что вот эта косточка у нас не двигается хотя она является бесектрисный смысл то как раз весь в том что у нас здесь стоит минус один то есть как бы мы не повернули вот эту косточку вот эта косточка у нас нивелирует все повороты вот этой в зависимости от формы персонажа вот этой вы можете сами выставлять угол поворота зависимости от того какой нужно давайте мы посмотрим что будет если мы сейчас просто напросто уберем вот эту точку да и допустим мы просто кривыми поправим тело нашего персонажа если мы слушайте а здесь даже можно обойтись и без вот этой точки хотя нет не получится потому что с помощью вот этой точки которая была здесь мы корректируем в повороте туловище и она добавляет нам дополнительный объем нашей попе да то есть если мы сейчас не нашей попе а попе нашего персонажа если мы сейчас вернем точку на место и повернем в позу сайт то мы с вами увидим что у нас хотя слушайте не да наверное даже можно обойтись в целом ты и без косточки здесь слушайте что-то я как-то и проглядел момента в целом наверно можно даже обойтись без вот этой точке но это опять же в данном персонаже так а если у персонажа будет немного немного другая форма то этот вариант тоже можно рассматривать что-то я как-то даже тупанул представляете можно же было и обойтись без этой косточки прикольно здесь абсолютно такая же система с отрисовкой то есть у нас каждая нога включает в себя и таз и ну каждая часть и включать в себя и таз и непосредственно ноги а можно их использовать для своих целей ну делай используй не прямо вот эти но чем тебе подойдут прямо вот эти персонажи ты своих подстрой своих все сделай ну Продолжение следует...